Ну что ребятушки, Стамбул То, что мы с вами видим, это уже современный Стамбул Который отстраивался в конце 19 века 20-го, 21-го А сама историческая часть находится вон там вдалеке Перед нами голландский мост Причем так интересно они его исполнили То есть с одной и с другой стороны, где не проезжают корабли, сделаны ресторанчики, кафешки Такие вот непонятные фигуры Куски песчаника с плимфой И рядом открывается такой вот интересный вид То есть полностью деревянные здания, уже полусгнившие Стамбул, конечно, очень колоритный Как архитектурой Так и вот такими улочками Стамбул считается кошачьим городом Тут повсюду кошки Лежат в магазинах, на прилавках Как вам такая красота? Кто-то скажет разруха Субтитры создавал DimaTorzok Так, друзья, немного истории То, что мы сейчас видим Это являлось, как история нам рассказывает, ипподромом в 3 веке Обелиски Впереди обелиск Тутмуса Привезен якобы из Египта Вот там вдалеке находится Айсофия Это торчат, получается, минарет голубой мечети А сзади меня находится обелиск Константина Который относит к 10 веку Для нас уже неудивительно, что обелиск уходит глубоко Еще в землю больше 2,5 метров В районе 3-х И как мы видим, что нижняя часть уже довольно-таки пострадала Отчего эти следы? Причем следы как квадратной формы, так и круглой Виден желоб внизу Если бы текла оттуда вода То вода, как говорится, камень точит И отверстие должно быть более выведено А здесь оно получается, что с острыми гранями Нижняя часть обелиска, конечно, очень отличается Камень совсем другой плотности Другой текстуры, фактуры То есть, получается, снизу один камень А сверху уже пошел песчаник Только с одной стороны колонны появляются надписи Надписи тоже частично уже обстерты Не знаю, что здесь написано, друзья Но надписи сами по себе выполнены очень коряво И вот эти водостоки, как я их назвал ранее Но, скорее всего, это являлось чем-то другим Расположены с двух сторон То есть, друг напротив друга С этой стороны, кстати, уже нету вот этих выбоин Только в нижней части, смотрите Насколько уходит это еще вниз? Не знаю То есть, вот для наглядности Что сверху уже пошел песчаник Колонны, вот смотрите Уже новые вставки После реставрации Но сверху прослеживаются Кстати, вставки Квадратные тоже с отверстиями И из того же самого Камня, который присутствует В нижней части колонны А это, ребятушки, у нас Змеиная колонна из Дельф Привезена в 324 году Как указывают нам И опять же, смотрите Насколько она здесь уже более трех метров Она все металлическая? Да, она из металла Да нет, такие металлы Не может быть такой Это бронза Как нас поправили И вот здесь, смотрите Вот отчетливо видно Желоб, где текла вода То есть, внутри колонны Опять же, отверстие Но отверстие выдолблено Просто реально взято И выдолблено варваровским способом И вот вода, когда текла Выточила камень Прям даже сейчас видны остатки Воды То ли она сейчас тоже вытекает Не знаю Мне удалось найти интересные фото Взгляните на них Фото конца XIX века Именно в это время Начали откапывать обелиски Таким образом Они выглядели в 1850 году Они были полностью еще закопаны Посмотрите на ландшафт Данным рисунком Официальная история нам показывает Что таким был ипподром Когда начались раскопки Было найдено две головы Одна из них находится в археологическом музее Вторая, по неофициальным данным Находится где-то в частной коллекции Обратите внимание на здание Которое находится за колонной На этой фотографии здания нет Получается, история нам говорит, что это был ипподром Мы с вами видим, насколько Утоплена змеиная колонна вниз Обелиск И посмотрите Отходишь немного в сторону Здесь еще Так же метра, наверное, на 3-4 Все уходит вниз Понятное дело, что это все уже Так сказать, современное Проводилась реставрация Но Вот это место, скорее всего Были какие-то раскопки Вот он, кстати, камень Который относится Точнее, не относится А похож на те Что применены в колонне У камня поросли прослеживаются Опять же, квадратные формы отверстия Подошел, друзья, к обелиску Тутмоса Здесь мы видим основание колонны Которая состоит из двух разных материалов То есть то, что мы видим снизу Это белый мрамор Сверх мы видим такой же материал Камень, который применялся на колонне Константина Внизу видны корявые фигуры Которые выполнены буквально недавно Для того, чтобы показать Как было действительно По официальным данным То, что здесь был ипподром Присутствовали скачки Ну и так далее Посмотрите сами Лица, смотрите, у всех лица Получается, что Отбиты, наверное, это грубо сказано Хотя нет, друзья И лица эти явно славянские То есть это не османы Да, поразительно, конечно То есть посмотрите, понимаете ли на лица Данные надписи Google и Яндекс расшифровать не смог Но в интернете есть перевод И гласит он следующее Это колонна с четырьмя гранями, которая лежит на земле Только император Феодосий осмелился возвести ее снова Проклос был приглашен выполнить приказ И эта великая колонна была установлена за 32 дня Но самое интересное, что когда были раскопки А это фото именно раскопок Обратите внимание на задний план Видно, как сняли землю Данные надписи уже присутствовали Посмотрите, как отчетливо видно, что сверху текла вода То есть вот по этому желобу вниз текла вода То есть сверху, получается, вода поднималась Это было, наверное... Ну, фонтаном это навряд ли назовешь Скорее всего, вода текла И люди подходили и пили эту воду Так я могу понять Обелиск, от него идут тросы Показано, что люди крутят Крутят механизм, который Либо передвигает этот обелиск Либо поднимает его Снизу, смотрите, вот в этом месте Обелиск уже стоит Но выполнено все, конечно, очень печально, так сказать То есть просто видна форма людей Смотрите, посередине сидел человек, которого окружали Копейщики Это верхний ряд Как слева, так и справа Внизу, с правой стороны Это, скорее всего, мечник То есть у него в руке сейчас осталась только рукоятка от меча Меча самого не видно С левой стороны то же самое То есть кто-то из вас скажет, что столько времени прошло Поэтому лиц Уже не осталось Они испещрены Но Очертания лиц все-таки, друзья Не буду притягивать за уши, но славянские Те, кто изображен на саркофагах Мозаиках Никаким образом не относились к тем Кто строил данные обелиски Колонны То есть это были разные культуры Разные люди Жившие в разное время Те, кто изготавливал саркофаги Лепили мозаики Жили вот в таких античных сооружениях Эти античные сооружения, друзья Мы с вами видим Как будто они были буквально недавно Затем Пришли другие Те, кто строили из плинфы И все гравюры И карты, которые мы с вами видим Принадлежали именно тем Кто пришли после антов Обелиск, как указывает официальная информация 280 тонн Привезен из Египта Стоит он на медных площадках Но это литье Это, друзья, литье То есть, как я вижу Во времена Византии Скорее всего, это была площадь Где стояли, как мы с вами видели уже Возможно, фонтаны Возможно, это были родники Где люди приходили и черпали воду Во времена так называемой Византии Здесь жили славяне Именно их внешность, лица Мы видим на этих изображениях Именно поэтому город называется Константинополем Церковь Ирины Комниной А море было русским Также всегда называли Царьград Мы с вами видим это Как и у нас в России То есть, сейчас в это лето Очень много колодцев пересохло Это я могу судить по Калужской области Также у нас уходят реки В одном месте они уходят В другом месте все затапливает И как скоро, друзья, ошибанет Теперь и нашу цивилизацию Об этом можно только гадать Но то, что происходит сейчас, конечно Это очень печально То есть, тот мусор Который оставляет человек после себя Все те творения Пластик Химия Выкачка природных ресурсов Все это к хорошему, друзья, не приведет Вот, пожалуйста Кошачий город Стамбул Смотрите, колонна Мрамор То есть, мраморная колонна Смотрите, с бортиками Сверху отверстие Рядом еще одна колонна А вот в этих местах Здесь нам показывают Что якобы были тоже Какие-то остатки сооружений Вот здесь, смотрите, песчаник В перемешку с плинфой То есть, вот они, смотрите, колонны лежат Это уже гранит Лежат они, посмотрите В той груди Получается, песчаник Буд То есть, называется Я тебя слепила из того, что было Вот кусок мраморный Смотрите Раствор крупной фракции камня Вот, кстати, мрамор Куски мрамора То есть, вот это уже переделки Османской империи Те переделки, когда Люди сюда пришли И обнаружили остатки цивилизации Тот катаклизм, после которого мы с вами живем Погубил тех, кто изображался на колоннах Имел славянскую внешность Тех, кто строил из плинфы Мы с вами видим сейчас Останки Именно тех сооружений Которые были до катаклизма Дальше Как мы видели по видео Дворец Буклеон Строили Из мусора То есть, перемешка Бута Плинфы Все, что валялось Из того и строили И мечети, друзья Минареты все, которые пристроены к Софии Голубой мечети К маленькой Софии Все минареты пристроены во время Прихода Османской империи А до этого все это были византийские Не знаю, храмы это были раньше Или дворцы Знаменитое местечко со сладостями Хафиз Мустафа 158 почти турецких лир Это в районе 2000 рублей Это, ну, грубо так сказано Примерно 51 лира Турецкая Это в районе 500 рублей Этиão Прямо Качество В trajectory Мой Скошно В морсах Об candубленной В смысл Через В помешь Лизан Это здесь огромный ассортимент друзья и ценник тоже разный но вообще вообще не в таких как бы сказать исторических заведениях сладостей а в обычных цены на пахлаву 50 60 лир за килограмм то есть это получается в районе 500 рублей за килограмм здесь же вот эта пахлава стоит 129 лир за килограмм это в районе полторы тысячи очередные раскопки друзья то есть и сами посмотрите по внимательней на эту башню насколько она слеплена из того что было под руками еще одна колонна которая относит к константину опять же да друзья основанию находится глубоко под землей по бокам видны следы обработки грубой обработки то есть чем-то отбивали не знаю для чего и рядом стоит та самая башня которая вам показывал которые слеплены из того что валялась под ногами уличный фастфуд правильный фастфуд жареные каштаны кукуруза одна штука получается 2 лиро 100 грамм 10 лир горячая кукуруза 3 лиро огромнейшая очередь в Софию но ее можно избежать если купить карту называется музеем карт короче карта стоит 180 лир и она дает пропуск в течение пяти дней по моему в двенадцать или в одиннадцать музеи в Турции не Турции а Стамбула и выходит раза в три наверное дешевле если покупать все это дело через кассы отдельно и еще один плюс что с помощью карты этой можно избежать всех этих очередей то есть она тебе дает проход безочередный но прикол в том что карта продается только в кассах музея и если купить ее в Софии то надо оставить эту очередь поэтому мы будем двигаться в другие музеи и покупать нам эту карту а вот еще кстати одно очень интересное место которое вызывает много вопросов то есть посмотрите да все уходит вниз глубоко вниз здесь мы можем видеть опять впереди вот она колонна вокруг все слеплено из того что было то есть куски битого камня песчане к низу вот в этом месте отчетливо видно смотрите что просто замуровали кусок причем с формами с окантовкой здесь хорошо отчетливо видно что все вот эти части из песчаника тоже каи Софии пристраивались намного позже изначально она выглядела купол видите круглый то есть боковые части там огромные своды то есть она выглядела совсем по-другому вот эти части не знаю друзья сейчас можно только гадать как это все было то есть один из минаретов из плинфы но начало у него из песчаника остальные минареты из песчаника гробницы все обиты получается помимо того что обиты тканью скорее всего деревянный каркас к которому ткань крепится скрепками короче что тут было непонятно а так они выглядели сто лет назад данные фото тоже датируются сто сто тридцать лет назад посмотрите кто жил в то время в Турции на их образ, на одежду удалось найти много интересных фото середины и конца девятнадцатого века где видно насколько Стамбул был разрушен какие отвалы земли были около стен посмотрите повнимательней вообще сейчас это конечно историко-туристическая тема то есть привлекают туристов гробницами раскопками новыми какими-то монументами то есть что это было две колонны сверху положили плиту то что мы сейчас видим в наше время называют саркофаг чем это было тогда когда все изготавливалось непонятно но приспособили его под воду уже скорее всего во времена османов проделав таким образом отверстия и вставив краны то есть в длину этот саркофаг получается 2,81 ширина 1,07 высота 1,23 то есть смотрите в саркофагу это у гробницы присутствовала некая крышка и оконце куда можно было посмотреть вот внизу посмотрите обработка какая была то есть вот видите все отверстия которые я показывал они в саркофаге вот они все присутствуют и на подобные а-ля саркофаги друзья надо будет обратить внимание есть ли там везде такие отверстия потому что сами поняли почему под ногами смотрите все тоже выкладывали из того что было то есть кусок мрамора еще мрамор мрамор песчаник походу плиты с насечками остатки колонн смотрите интересный фрагмент какой колонны смотрите прям слоями мраморная то что мы с вами видим вот эти маленькие гробницы по истории это являются так сказать детьми когда султан сходил на престол он должен был убить своих братьев дабы не посеять в дальнейшем какие то кровопролития такие как там свержения чтобы брат не мог свергнуть его здесь тоже вот хорошо видно как все пристраивалось тут вообще непонятно бут бут песчаник потом бац плинфа полуарка арка сверху посмотрите какая огромная стяжка вот в этом месте тоже смотрите арка незаконченная сверху цельная идет а внизу незаконченная вот тоже архитектура которая не принадлежала османам то есть вот колонны гранитные не гранит из мрамора то есть как меня супруга поправила во времена византии а именно у константина был дворец вот с такими колоннами османы разрушили этот дворец не знаю или нашли его разрушенным друзья и перетащили его под свои постройки такие же колонны присутствуют в дворце тапкапы только больше намного нашли очень интересный магазин именно турецкой обуви то есть магазин открывался в конце 90-х годов в 1990-х начинали ребята с ковров и в итоге перешли на производство обуви цены начинаются от 60 долларов и до 120 то есть как нам сказали что такой обуви больше нет нигде только в турции то есть обувь сделана очень качественно внутри кожи если понравилось не забывайте поделиться подписывайтесь ставьте палец вверх друзья до скорых встреч впереди еще много всего интересного пока пока пока